Всем привет! Были довольно сложные полгода, я не успевал отвечать вам на комментарии, ничего не успевал делать, был очень сильно завален. Ну и вообще как-то очень сильно устал от айтишных дел. Вроде бы сейчас восстановился, лето, погода хорошая, настроение появилось, я стал в 6 утра вставать. И надеюсь, сейчас мы с вами продолжим в прежнем темпе. Сегодня начнем заниматься с Дженкинсом при связке его с Докером. Начнем, как обычно, с самых таких простых вещей, не думайте, что это какие-то best practices, просто начнем с базового и постепенно будем наращивать это до идеального сборочного такого конвейера. Итак, у нас будет простой с вами пайп, который для начала будет собирать докер-образы. Так как мы с вами про докер особенно много не говорили, ну и в принципе, если заниматься докером, то на это нужно потратить, наверное, отдельный курс. Я сейчас так поверхностно поговорю о том, что нам будет нужно. В принципе, для того, чтобы разобраться с докером, особенно много возиться не нужно просто начать что-то делать, а вот чтобы уже делать его качественно, нужно очень много работать, читать и разбираться. Значит, базовые вещи. У нас есть с вами файл, который называется докер-файл. Это некий сценарий, который описывает сборку образа. То есть мы с вами выполняем этот докер-файл сценарий, получаем докер-образ. Из этого докер-образа мы можем потом запускать докер-контейнер. Это так все очень поверхностно, мы это будем более-менее так смотреть. Значит, слева у нас пример обычного докера-образа, как правило, он состоит из нескольких слоев. Каждая инструкция в докер-файле добавляет свой новый слой. То есть в данном случае мы видим, что у нас есть какой-то базовый образ Ubuntu из трех слоев. На него добавляется слой с каким-нибудь getupdate и upgrade. Затем на него ставят Apache и, например, еще в него копируют какой-то файл. И у нас таким образом получается такой вот шестислойный образ. В правой части слайда мы сейчас видим то, что у нас есть наш образ, который состоит из слоев, которые доступны только для чтения. То есть, грубо говоря, команды, которые там исполняются, они там есть, они не меняются. И затем, когда мы запускаем из этого образа контейнер, этот контейнер является слоем уже для чтения и для записи. То есть в нем уже может производиться какая-то такая работа. Мы сейчас с вами выполним практически по прошлому слайду все то же самое. Мы будем с вами на гитхабе хранить наш pipe, который будет выполнять какие-то действия, и саму инструкцию, докерфайл. Jenkins у нас будет клонировать репозиторий, брать из него докерфайл и собирать этот докерфайл. В дальнейшем мы все это прикрутим уже с отправкой, с проверкой, с какими-нибудь, с несколькими ветками и так далее. И сейчас у нас вот такая вот простая задача. Итак, начать нам нужно с того, что, собственно, установить сам докер на Jenkins. Есть куча различных плагинов для Jenkins, в том числе и те плагины, которые позволяют нам установить. Тем не менее, гораздо проще установить самому все через оболочку, а потом просто Jenkins указать, где это находится. Какие странные у меня предлагаются результаты поиска, я никогда в жизни этого не искал. Итак, просто, чтобы так показать вам, напишем install docker, просто чтобы найти на какую-нибудь, выйти на какую-то документацию. Первое, непонятно откуда документация. Вот официальный сайт у нас, я вижу, докера, docker.com. Переходим сюда. И они говорят, что нам нужно для Ubuntu. Нам нужно с вами не Enterprise Edition, а Community. Вот он, Community Edition обычный. И просит посмотреть, какие есть предварительные требования, затем установить собственный докер. Я думаю, с требованиями все обратно у нас. Будем разбираться с тем, как его сразу ставить. Понятное дело, нужно установить сначала репозиторий. Я уверен, что у меня все уже обновлено, но посмотрим. Вот у меня моя машина с моим Jenkins. Я уже сижу там из-под рута. С тем, они предлагают нам поставить вот эти вот пакетики, что apt мог работать через HTTPS. Ставим их, yes. Добавляем ключ официальный для докера. Готово. Можем проверить Fingerprint, кому нужен отпечаток. Я думаю, нам не нужен. У нас с вами AMD64 точно. Добавляем репозиторий. И, собственно, после этого нам нужно снова обновить информацию о репозиториях, чтобы apt знал, где ему теперь искать пакет для докера. Где-то у нас getupdate. Вот он. И, собственно, ставим. Докер у нас теперь, вы видите, сделал отдельным контейнер D, отдельный пакет. Я вам брошу ссылку, если захотите почитать. Про докер вообще, конечно, можно с утра до вечера читать. И там можете почитать, зачем они вынесли контейнер D отдельно. Собственно, вот все пакеты, которые нам нужны для работы докера. Теперь нам нужно проверить, как он у нас будет работать. При этом я подчеркну, он у нас должен работать от пользователя Jenkins, так как Jenkins у нас с вами будет запускать все сборки. Для этого я сейчас собираюсь перейти в оболочку для пользователя Jenkins. su-jenkins. Вот вы видите, я работаю уже из-под Jenkins. и попробую, например, сказать docker run hello world запустить. По сути, он говорит мне, скачай docker образ hello world из интернета, из docker registry, из docker hub и запусти из него контейнер. Мы с этими командами особенно играть сейчас не будем, но когда-нибудь доберемся. Я запускаю, и он говорит мне, что я не имею права подключаться к сокету этому. Что, в принципе, разумно. По умолчанию у нас такого нет. Из-под root я выполняю команду простую. Она у меня уже записана. По-моему, с того же самого сайта. User mode изменить. Добавить пользователя Jenkins в группу docker. минус add минус групп docker user Jenkins. Снова делаю su-jenkins. Стрелочка вверху, у меня есть предыдущая команда. Run hello world. И вот он говорит, что локально он не может найти hello world с тегом latest по умолчанию последний. Вот он его пытается скачать отсюда. Вот он его скачивает. Вот он его запускает. И это вывод нашей команды hello world. Вот он пишет нам ответ. Hello from docker. Собственно, этого нам достаточно для того, чтобы понимать, что Jenkins работает. Нужно отметить, что сам Jenkins у нас как служба запущен по умолчанию при старте компьютера. И он всего этого не видит. Его нужно перезагрузить, чтобы он увидел все вот эти вот изменения. То, что он входит в нужную группу и так далее. Поэтому я сейчас сразу... Ну, давайте я выйду из-под Jenkins'а и скажу systemctl restart Jenkins. Чтобы он перезапустился и принял все вот эти вот наши с вами правки и изменения. Итак, вот мы находимся в моем репозитории на GitHub'е. Косимаев project template. Здесь я создал в Jenkins файлах докер-билд-дженкинс pipe. Мы прямо здесь его посмотрим. Не буду я его нигде больше открывать. Ни в каких этих... Все, как в прошлый раз. Запрещаем одновременное выполнение билдов. Запускаем билды на агенте мастер. Храним... Сейчас нам это бессмысленно, но храним 10 последних билдов и их артефакты. Ставим временные отметки. И, собственно, один простейший шаг у нас с вами есть. Без всего. Это такой простенький pipe, который мы будем наращивать сегодняшнего дня. Он выполняет в директории докер-тулбокс команду докер-билд. Сейчас с этим будем разбираться. Значит, он говорит докеру собрать образ в текущей директории. Текущая директория докер-тулбокс. Так как это pipe, этот pipe будет у нас выкачиваться из этого репозитория. И в этом же репозитории, значит, есть директория докер-тулбокс. Смотрим. Project Plate. Вот у меня есть докер. И вот здесь у меня есть директория тулбокс. И в этой директории тулбокс у меня есть докер-файл. Собственно, этот докер-файл и будет использоваться. Он простейший. Я когда-то использовал этот для себя. Сделал тулбокс такой элементарный. Я говорю, что взять базовый образ Alpina. Такой минимальный Linux для докеров. Добавить в него следующие пакеты. Затем питон, вот я его установил пипом. Я буду устанавливать с консоль для работы с Амазоном. Это все сейчас бессмысленные нам действия. Просто какие-то, которые здесь будут выполняться. Затем я буду удалять тот самый питон пип, чтобы он у меня не занимал места в моем образе. То есть я хочу, чтобы образ был минимальный. И у меня есть бессмысленная команда. Тл-ф, которая просто при запуске образа не дает ему сразу умереть. Мне это полезно в кубернетисе. Я запускаю там контейнер. Этот контейнер выполняет нам эту команду. Я потом логинюсь и выполняю, какие мне нужны действия инструментами. В данном случае я что-то, наверное, делал при помощи командной консоли Амазон. Не суть важна. То есть вот все, что нам нужно сейчас знать. Теперь я иду в Jenkins. Jenkins у меня за последние полгода я создал новый. Вот здесь для наших задач. Напишу, не знаю, docker build. Вот так он у меня будет называться этим. Только я люблю, когда там у нас все соединено. Это будет обычный пайплайн. Мы с вами это, по-моему, уже делали. Значит, в пайплайне все, что мне нужно на данном этапе сказать, сказать, что это будет скрипт, который будет взят с гита. В гите нам нужно сказать, репозиторий. Смотрим мой project template, какой у него репозиторий. По-моему, нам нужен HTTPS для Jenkins'а вариант. Вот говорю, какой взять. Репозиторий. Креденшалы какие-то мне не нужны. То есть у меня это открытые репозитории с открытым доступом. Поэтому все должно прекрасно работать. Ветка мастер. Проверяем, все ли у меня в мастере. Да, ветка в мастере. У меня вообще здесь только одна ветка мастер. Прекрасно. Нам на данном этапе этого достаточно. И мне теперь нужно указать только путь к Jenkins' файлу моему. Тому файлу, где у меня лежат инструкции. Вот мой Jenkins' файл. Docker Bill Jenkins. Это то, что мне нужно. Беру я этот путь. Jenkins' файл. Вот мой пайп. Говорю сохранить. И попробуем сразу эту штуку собрать. Сборка запланирована. Вот она побежала. Давайте посмотрим, что там происходит. Консоль Output. Вот он пошел. Вот он смотрит мой репозиторий. Вот он его выкачивает. Вот он начинает сделать мою сборку. Выполняет команду Docker Build из той директории, что я оказал. Вот он пошел собирать из Альпина. Ставить все необходимые пакетики. Вот начинается следующий шаг. Он начинает ставить AWS Cli. Видите, степ 3. Это следующий слой сейчас в Docker образу добавился. Мы это все увидим в дальнейшем, когда будем использовать все эти образы. Все, установили дополнительный пакет. И потом, где-то там был шаг 4, когда у меня вот оно все, что не нужно, мне очистилось. Шаг 5, добавилась командная строка, которая будет выполняться. Все, финиш, саксесс. То есть мы с вами видим, что у меня это все выполнилось. И вот я просто загляну на свою машину с Docker, чтобы посмотреть Docker Images. И вижу, что у меня появился здесь Hello World, который мы использовали для тестов нашего докера. Скачался Alpine, базовый образ, из которого мы собирали наш новый образ. И вот мой, без какого-то внятного названия Tego, и даже у него есть только ID-шник. И вот сколько он занимает место со всеми нашими установленными пакетами. То есть образ у нас собрался. Делать все это красиво будем в следующий раз. У нас даже с вами солнце успел скрыться, пока мы этим всем занимались. В общем, мы сделали с вами элементарный пайп, такой основной. Подготовились, грубо говоря, к тому, чтобы собирать нормальные Docker образы, ставить на них какие-то красивые метки и вообще продумать свою стратегию. То есть, по сути, сегодня мы с вами просто установили Docker и сделали простой пайп, который показывает, что у нас этот Docker работает и может собирать какую-то ерунду. На данном этапе нам этого достаточно. Дальше будем наворачивать всякие красивые интересные штуки.